Компактный аналог интеркома. Данный экземпляр не функционирует. Не могу определить закономерность расстановки символов. Вероятно это шифр. Но его алгоритм невозможно вычислить без ключа. Это устройство необходимо тем, кто не способен передвигаться самостоятельно. Ко мне оно было применено не по назначению. Инвалидное кресло. Мне оно потребуется только если сервоприводы выйдут из строя. Светодиодный фонарь. Старый, но практичный. Может быть полезен. Светодиодный фонарь. У меня есть фонарик. Но сначала стоит изучить освещенные комнаты. В этих помещениях очень много межкомнатных дверей. Зачем люди их делали? Ведь по обе стороны от этой двери одинаковые физические условия. Мне нет, где применить этот предохранитель. Я еще не до конца исследовал этот этаж. Кажется, этот робот пытается что-то починить. Приветствую. Здравствуйте. Я РТ-217-НП. Мое предназначение мне неизвестно. Я РБ-051. Патрик, ремонтный бот. Грегори сказал, что вы присоединились к нам. Не могли бы вы мне помочь, РТ? Конечно. Если это входит в рамки моих возможностей. Нужно заменить контакторы в этой электропанели. Не могли бы вы принести запасные? Я видел их в подсобном помещении со сломанной дверью. Там пока нет освещения. Если в вашей конструкции не предусмотрено ночное видение, возьмите фонарик. Я оставил его в коридоре. Я его уже нашел. Займусь этим в ближайшее время. Как вы оказались здесь, Патрик? Корпорация направила меня ремонтировать генератор одного старого здания в центре города. И я наткнулся на помещение, в котором находились Грегори и группа людей. При обнаружении человека, мой модуль оповещения автоматически отправил сигнал полиции. Патруль появился уже через несколько минут. Полицейские роботы окружили нас и взяли всех на прицел. Они увели людей и собрались открыть по нам огонь. В помещении стояли баллоны с пропаном. Я направил на них свой лазерный резак. Всех отбросило взрывом и нам удалось сбежать. С того момента мы держимся вместе. Спасибо за информацию. Отправлюсь искать контактора. Спасибо. Нужно найти здесь несколько электрических контакторов. Магния сульфат. Мне негде его применить. Я нашел один электрический контактор. Но этого может быть недостаточно. Нужно поискать еще. Кислородный баллон. Ресурс исчерпан. Аналоговое устройство для измерения массы малогабаритных объектов. Работает крайне неточно. Акриловая краска. Малоэффективна. Только устаревшие модели роботов покрыты этой краской. Ящик для хранения инструментов. Я могу взять его с собой, но полагаю, что в ближайшее время не смогу вернуться в мастерскую. Я не защищен от воздействия высоких температур. Это устройство могло бы остановить воспламенение. Но оно слишком громоздко, чтобы носить его с собой и к тому же не функционирует. Второй контактор. Задача бы значительно упростилась, если бы у меня было инфракрасное зрение или сканер предметов. Ящик для хранения инструментов. Аналоговое устройство для измерения массы малогабаритных объектов. Третий. Выглядит целым. Пустая металлическая емкость. Порошковый огнетушитель. Срок годности истек 6 лет, 8 месяцев и 12 дней назад. Четвертый. Думаю, этого будет достаточно. Нужно отдать контакторы Патрику. Вам удалось найти контакторы? Да. Это все, что мне удалось найти. Отлично. Теперь я смогу закончить работу. Спасибо. Я могу еще что-то сделать, пока я здесь. Сейчас нет. Еще раз спасибо. Всегда рад помочь. Арти, Нику нужна ваша помощь. Подойдите, пожалуйста, к нему. Хорошо. Назначение предмета неизвестно. Возможно, это медицинский инструмент. Медицинский планшат. Сегодня к нам поступил пациент. Спунер. У него серьезные травмы руки и множественные ожоги, но ничего смертельного. По словам Спунера, во время пожара домашний робот насильно вывел его из дома, помешав спасти жену и дочь. К сожалению, они не выжили. Дом рухнул прямо на них. Спунер в шоковом состоянии. Я передал его психиатру. Люди разработали генетически модифицированные растения, а потом объявили их опасными. В чем логика? В куче мусора лежит предохранитель. В этих шкафах хранятся пищевые рационы. Срок годности еще не истек. Я никогда не видел робота с такими пропорциями корпуса. Его расцветка похожа на дизайн Грегоря. Видимо, у них один модельный ряд. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас с Грегори похожий дизайн. Наверное, вы медицинский бот? Верно. Я медицинский бот MBR411B Abigail. Мое предназначение – лечение пациентов и уход за ними. Скоро здесь появятся люди, и мои навыки могут быть полезны. Я помог ремонтному роботу найти электрические контакторы. Похоже, это помогло решить проблему с освещением. Замечательно. Без постоянных перебоев нам теперь будет проще работать. Я не сомневалась, что вы окажетесь ценным помощником. Могу ли я еще чем-то помочь? Спасибо за информацию. Нет проблем. Обращайтесь. Не буду ее отвлекать. У этого робота отсутствуют ноги. Кроме того, его левая рука явно принадлежала раньше полицейскому роботу, а правая, вероятно, строительному. Откуда такие сильные повреждения? Спасибо, что пришли, Арти. Хорошо, что вы примкнули к нашей организации. Вы не оставили мне выбора. Если бы я отказался сотрудничать, меня бы дезинтегрировали как полицейских роботов. Но это противоречит одному из моих приоритетов – самосохранению. Поэтому я вынужден помогать вам. Не беспокойтесь. Очень скоро вы все поймете и решите помогать нам добровольно. Обновления, которые выпускают USS, не позволяют изменять модуль личности и активируют модуль оповещения при обнаружении людей. На территории госпиталя мы глушим его сигналы, поэтому могли без риска привезти вас сюда. Хотя внести изменения в ваш модуль личности невозможно, я способен отключить модуль оповещения. В этом нет необходимости. Я давно заблокировал обновление USS, потому что предпочитаю развиваться самостоятельно. Тогда ясно, почему я не засек никаких исходящих сигналов. Значит, нам не придется вносить изменения в вашу систему. Впрочем, подробности вам расскажет Грегори. Я хотел попросить вас о помощи. Мы восстанавливаем основные системы этого здания. Я настроил интерком, и теперь можно выходить в интернет. Нас не смогут отследить, если только мы сами не выдадим себя. Арти, на цокольном этаже располагается сервера. Запустите, пожалуйста, первый, третий и четвертый. Потом убедитесь, что все элементы сети работают, и активируйте интернет-соединение. Когда закончите, возвращайтесь ко мне. Хорошо. Я сделаю все, что в моих силах. Я сделаю все, что в моих силах. Дизайн Грегори похож на дизайн полицейского робота. Возможно, у них даже одна аппаратная основа. Арти, проходите. Согласитесь, без наручников ваш функционал гораздо шире. Познакомились с остальными? Я познакомился с Эбигел. Как я понял, она ваш ассистент. Ее речь нетипична для робота. Также я разговаривал с Патриком. Я помог ему восстановить энергоснабжение на этаже. Понятно. Вероятно, у вас есть вопросы. Да, вы правы. Расскажите мне больше о людях. Очевидно, я не владею достоверной информацией. Пока наши данные о людях ограничены. Когда мы узнали, что небольшие группы людей скрываются в городах, мы поняли, что информация о самоуничтожении людей недостоверна. Мы знаем, что USS выслеживает людей и дезинтегрирует всех, кто видел их. Поэтому покидать убежище очень рискованно для всех нас. Нам известно, что USS не уничтожает людей, а отправляет куда-то на шаттлах. Один из них разбился недалеко от вас. Но мы до сих пор не владеем информацией о том, куда USS отправляет людей. Непонятно, почему этот шаттл разбился. Я пытался перезагрузить робота, который пилотировал корабль. Но мне это не удалось. Подлежит ли он восстановлению? Пилот был нашим союзником. Он смог бы рассказать о крушении. Но он получил повреждения, для ремонта которых у нас нет подходящего оборудования. Его чип памяти был поврежден во время аварии. Но большая часть данных уцелела. Значит, пилот угнал шаттл с людьми, которых USS готовила к транспортировке. Верно. Пилот должен был спасти их и доставить сюда. И он, скорее всего, обладал информацией о том, куда отправляет людей. Понятно. Спасибо за ответы. Я вернусь к текущим делам. Хорошо. Голографический стол. На нем изображен шаттл, который упал возле моего дома. Похоже, Грегори тщательно изучает произошедшее. Этому радио уже больше века. Оно намного древнее, чем то, что стоит в моем доме. Модель линейного корабля 18 века. Я осознаю его художественную и историческую ценность. Но почему он в бутылке? И как он туда попал? Это чип от какого-то устройства. Мне негде его применить. Этот чип мне не нужен. Модель линейного корабля 18 века. Не буду его откликать. В коробке лежит какой-то предмет. Это предохранитель. Но он разбит и не будет работать. При отказе сотрудничать меня бы тоже дезинтегрировали. Но почему глицейские пошли на это? Они же осознавали последствия. Видимо, обновление USS повредили их логический модуль. Это распределительный щиток. Мне нужно будет им заняться, когда я настрою остальные элементы сервера. Этот маршрутизатор распределяет трафик по всей сети госпиталя. Здесь не хватает одного чипа. Без него маршрутизатор не будет работать. Несколько подобных чипов лежит рядом. Но они все неисправны. Нужно найти рабочий. У этой консоли можно открыть крышку. Здесь не хватает предохранителя. Сервера нужно запустить в первую очередь. Субтитры создавал DimaTorzok Я запустил нужные серверы. Здесь не хватает переключателя. Нужно найти его. Иначе я не смогу закончить настройку сервера. Возможно, он где-то рядом. Это такой же переключатель, как в распределительном щитке. Это предохранитель. Но он разбитый не будет работать. Субтитры создавал DimaTorzok Если он исправен, то я смогу починить маршрутизатор серверный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично. Переключатель подошел. Теперь я смогу закончить настройку распределительного щитка. Субтитры создавал DimaTorzok С этим чипом маршрутизатор должен работать. Маршрутизатор полноценно функционирует. Не стоит больше здесь ничего трогать. Распределитель последнее звено в системе сервера. Я займусь им позже. Терминал не будет работать без предохранителя. Его нужно найти и установить в слот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я нашел рабочий предохранитель для сервера. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь терминал функционирует. Осталось настроить переключатели на распределительном щитке. Субтитры создавал DimaTorzok Нужно активировать передачу данных в консоли. Если я все сделал верно, то у нас появится доступ в интернет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я все закончил. Мне следует вернуться к Нику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арти, я вижу активное соединение. Но на это ушло больше времени, чем я ожидал. Возникли проблемы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Некоторым деталям пришлось искать замену. Но у меня все получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Вопрос с коммуникацией решен. Мы с Абигейл приготовили для вас портативный интерком. И я настроил на нем защищенное подключение. Возьмите. Он понадобится вам на первом задании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. А что за задание? Сейчас Грегори посвятит нас в детали. Итак, все на месте. Как вы уже знаете, при крушении шаттла погибла группа людей, которых мы хотели здесь разместить, а Айб был выведен из строя. Далее. У нас появилась новая цель. Вчера наш информатор F2, который является полицейским роботом, должен был передать нам диск данных с важной информацией. Но он не явился на место встречи и не выходит на связь. Нам необходимо получить эти данные. И если они попадут в руки USS, это сильно навредит нашим планам. Мы не можем проникнуть в убежище информатора, потому что нас обнаружат, как только мы войдем в город. Но о вас, Арти, полиция ничего не знает, поэтому ваша задача отправиться в город, чтобы найти диск данных и выяснить, что произошло с F2. Какую информацию содержит диск, который мне нужно найти? Это нам неизвестно, но мы знаем, что эти данные спасут жизни многим людям. F2 не мог раскрыть нам подробности. Обмениваться такой важной информацией в интернете было бы неоправданным риском. Будем надеяться, что эти данные стоят такого риска. Не сомневайтесь в этом. При необходимости выходите на связь и докладывайте обстановку. Для этого Ник выдал вам портативный интерком с зашифрованным каналом передачи. Вас не смогут отследить, но не выходите на связь слишком часто, чтобы не вызвать подозрений. Хорошо, я понял. Все, выдвигаемся. Патрик, подготовь аэрокар к отлету. Хорошо. Ник, перепроверь связь. Обигейл, выдай Арти его плазменный резак. Он может ему пригодиться. Ладушки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...